Так, Феечка, ты должен поучаствовать в нашем разговоре. Не можешь? Ну, не хочется. А, не хочется. Мы тогда с Анечкой будем участвовать. Это на всех выставках меня приглашают. Открывать видео. Ну, ты же не танцуешь, не поешь. Я пою душой своей. Понятно. Анечка, я по пути буду спрашивать. Я вот что думаю? А ты хорошо все делаешь. Уже все закончилось. Все гости прошли. Я просто вот что думаю. Это выставка. Конечно, конечно, конечно. Конечно, конечно. Я сниму работу. Снимай, пожалуйста. Снимай, пожалуйста. Снимай, пожалуйста. Снимай, пожалуйста. Я, может быть, сразу хочу спросить о тех работах, которые меня поразили, когда я был еще летом в мастерской. О работах с натуральных камней. Причем нельзя сказать, что это мозаики, поскольку мозаика – это как бы вещи модульные. А здесь камень выполняет элемент контуры, элемент самого изображения. Поэтому можно сказать, что это картина, сделанная с помощью камня, как изобразительного элемента. Я считаю, что мозаика – это не прежде всего мозаика, а прежде всего погружение в раствор. И здесь нет погружения в раствор, поскольку было дело так. На даче я нашла два вот таких металлических поддона. – Вот с этих вещей это началось, да? – Нет, началось гораздо раньше. Я потом сейчас просто расскажу об этих вещах. Вот такие два металлических поддона. И решила использовать их, как такой маленький ковчежец, корыца для заполнения раствором и погружения туда, в камни. То есть это изначально замысливалось как именно мозаика. – Ну, как холст проще. – Нет, нет, именно мозаик. Вот погружение в раствор. Вот эти вот камни, грубые, найденные просто под ногами, вот они погружаются в раствор. Эта работа меня, в принципе, не устроила, потому что я увидела, что она очень много потеряла по сравнению с тем, когда они были с сухим набором и просто лежали вот на металлической поверхности. И поэтому вторую я не стала погружать камни в раствор, а сделала, просто приклеила их универсальным клеем на металлическую поверхность. – Можно я задам вопрос? – Конечно. Ну, вот имеется в виду, вот я помню, когда мы делали совместную работу, я помню, что, в общем, мне тоже, глядя даже на фотографии, которые сейчас я восстанавливаю, мне тоже такой набор кажется более оригинальным, более живым. А когда все это получается в раствор, может быть, что-то теряется, теряется тень под камнем, теряется ощущение живости его соприкосновения. – В этом случае, именно в случае этих работ, это совершенно разные вещи. Потому что тот сухой набор, когда мы делали иконы, да, он изначально делался для того, чтобы быть переложенным в раствор, он выкладывался на кальку, по рисунку на кальку. На кальке, естественно, он остаться никак не мог, да? – Да. – То есть все равно он должен быть переложен, пусть даже он был более живым, более непосредственным. Вот. А здесь что потерялось? Калька бы не потерялась как основа, а здесь потерялась вот эта вот ржавая металлическая основа. Вот что потерялось, вот что пропало. Понимаешь? Вот что мне стало жалко. Не то, что они в сухом наборе более живо лежат, а вот сама основа, вот то, что она закрылась раствором, закрылась цементом. – Я понял. То есть цвет потерялся. Вот то, что мы сейчас видим. – Цвет, фактура, шероховатость, грязь, я не знаю, что все потерялось. – Все потерялось. – Все потерялось. – Вот. – Значит, просто вот в этих вещах ты используешь то, что нашла, как фон, как то пространство, на котором выстраивается. – Да. Я считаю, что это даже как бы и не совсем мозаика. Может быть, это… – Нет, не мозаика. – Я вот… – Аппликация, калаш, как угодно. Какая разница, как называется? – Калаш. – Не нужно никак это называть. Просто это вот, это вот так. Вот и все. Там на дереве вот еще одна закамара, да? Вот закамара – это просто по архитектурной форме такой вот полукруглый. Вот закамара рыбы, это у меня называется, это закамара цветы. – Это две рыбы такие, да? – Две рыбы, да. В общем, так называют. – Классический сюжет. – Христианский. – А теперь вот вернемся… – Я тогда вернусь к началу нашего разговора. – Да. – Я с этого начал, что это, в общем-то, и не могу назвать мозаикой, потому что это не модульная система. Здесь как раз и на этой основе, которая является цветом и, в общем-то, пространством, и вот этими камнями, которые являются изобретительным элементом, создаются, ну пусть это называется калаш. Ну, в общем, это может быть что-то… – Я не знаю. Все равно, я думаю, что все равно это мозаика. – Это не модульная. – Ну, не модульная. – Ну, все равно мозаика. Раз есть камни, значит… – У меня вот эти вещи, честно говоря, поразили, может я, может быть, не совсем прав, но они новые для меня, я от них даже не могу оторваться, и они перемежаются с тем, что я видел этим летним у Феликса. Все-таки есть какое-то параллельное движение. – Параллельное движение есть абсолютно. – Параллельное, есть. – Вот ты просто попозже пришел, я об этом говорила на открытие, и еще вот сейчас вот были искусствоведы из Нового Иерусалима, им еще раз это сказала. Вот сейчас просто я хочу это повторить, и очень рада, что это будет зафиксировано. Началось это вот с чего. Несколько лет назад мы с Феликсом были в Черногории, и из грубых подножных камней, которые были большие, просто булыжники, на пляже метров десять разложили мозаику на тюрморт. – На песке. – На песке. Без всякого раствора. Это было сделано для Нева, для Солнца, для Бога. Он, может быть, и до сих пор там лежит, я не знаю. – Не сняли? – Сняли. – Сняли. – Сняли на фото. – На фото. – Да. – Фото сохранилось. Вот. К сожалению, не очень хорошего качества, маленькое, но неважно. Масштаб монументальный там есть. Вот. И меня это страшно зацепило. Хотя делали из грубых камней мозаики еще в 90-х годах это делала Ольга Флоренская. – А можно я скажу? Это, вероятно, тоже была не мозаика. Вероятно, это было то же самое, что вот вы сейчас сделали здесь. Ну, называется, вероятно, инсталляция. – Называй, как хочешь. – Ну, а песок являлся фоном тем, на котором вы выкладываете. – Раствором. – Раствором. – Раствором, да. – Дело Ольга Флоренская. Я очень хочу ее упомянуть, потому что первое впечатление у меня было от нее – это 90-е годы. У нее назывались «Походные мозаики». Она путешествовала в Ферапонтово и еще где-то. И вот собирала. Это были не только камни, какие-то там детали, какие-то дожечки, какие-то палочки. Она делала прекрасные вещи. Ну, вот. Мы сделали это с Феликсом. И меня это страшно зацепило. И я хотела продолжать что-то из этого сделать. Потом проходит несколько лет. И я сделала в прошлом году, в 2014 год, на даче вот эти вот вещи. На маленьких вот таких сеточках, предназначенных для шлифовки. Вот. Вот эта вот сетка для шлифовки. – И не сеткой шлифовки? – Да, на шлифовальную машинку это надевается. Видишь, они все одинакового формата, так и продаются. Вот. А вот эта вот, это затирка для плитки. Она мне очень понравилась своим цветом, потому что это как цвет натуральной глины. И я сделала вот такие вот экспериментальные вещи. – То есть это не составной цвет, а он такой… – Нет, нет. Ну, может быть, немножко вот сюда более темный добавлен пигмент. – Очень красивый. – Черный акрин. Вот. А так натуральный цвет вот такой. Вот. Эти работы у меня в 2014 году выставлялись на выставке Ферапонтова. В 2015 году мы с Феликсом летом разъезжаемся. Он уезжает в Болгарию. Около двух месяцев он там был. Я Ферапонтова работала. И когда мы приехали в Москву, мы поделились друг с другом, работали, совершенно не сговариваясь друг с другом. – Ну, я сделала вот эту работу, вот показала ему. Вот эту, да. Вот это я сделала летом. А Ферикс сделал в Болгарию. Вот он нашел вот эту вот пластику вот этих маленьких скульптур. – Из камней. – Из камней. – Из камней. – Да, да, да. И мы просто с ума сошли. Когда этим поделились друг с другом, совершенно не сговариваясь независимо друг с другом, оказалось, что мы в искусстве вот этот период жили одним и тем же. Это очень отрадо. – Ну, тут ведь уже нет вот этого соотношения, как бы он ученик мозаики, а ты ученица. Здесь появляется совершенно другая вещь. Вы вместе, параллельно работаете. – Да. – И одновременно находите одно и то же. – Как бы находясь на разных концах Земли. Вот что делится. – Да. Как Лорионов и Генчарова. – Ну, еще скажи, как Агюст Раден и Камил Кладель. Я думаю, до этого не дойдет. – Ну, там равнозначные. – Вот. И что еще? Хочу сказать. И как бы вот эти… – Вот он там. – Ну ладно. – И ты знаешь, среди нашего как бы ближайшего окружения уже начались разговоры на тему того, кто… – Первый. рвет подводки. – Но я видел… – Никто. – А, ну да. – Никто. Потому что я считаю, что идейно вообще-то нужно делиться. Они от этого только процветают и становятся лучше. – Ну, дело в том, что вряд ли мы найдем человека, кто бы сказал, что это моя идея. Идея очень старая, древняя. – Да, да, да. – Она не Феликс. – Да, да, да. – Она не Феликс. – И я хочу абсолютно их пресечь, потому что если… и даже сказать более того, если для меня это осталось как бы еще на стадии эксперимента, то то, что сделал Феликс в своих скульптурах. Это абсолютно новое явление в скульптуре. И еще он, я думаю, что удивит мир. – Ну, я ему уже говорил… – Да. – Я считаю, что это явление большого культурного масштаба. Поэтому хорошо, пусть даже я начала раньше. Вот, в 14-й год я же упомянула. Но то, как он это и реализовал, и во что это воплотилось у него, это, конечно, очень высоко. – Понятно. – Ну, я видел большую коллекцию примерно таких же вещей, такого же формата, такой же технологии. Ариадна Алент, она сделала целую серию скульптур из коктебельских камней. Но поскольку там технология простая, голова маленькая, тело, ну, имеется в виду ту вещь. – Как форма камней. – Да, от трех больших масс, в общем, тут как их не формируя, будет все похоже. Но дело не в том, кто как сделал, кто первый, это совершенно… Потому что я видел, только что вернулся из Исландии, там масса художников работает точно так же. Не просто в этой технике, абсолютно точно так же составляет три камня. Вот. И так делает целую скульптурную группу. Поэтому в этом ничего нового нет. Важно, как ты создаешь свой мир. Вот Феликс, он сделал довольно много работ. Имеется в виду 50-60 до 100 работ. И он создал, как бы, свою тему. То есть этот целый мир, населенный людьми, они как-то там соотносятся. Вот что является, на мой взгляд, ценностью. А технология, в общем, действительно общая. Она со временем палеолита перетекает. Мы эти вещи видим у древних художников, у египтян, у осирийцев. Поэтому я, на самом деле, эту тему даже не педалировал, не рассматривал. Это все. Да. Что важно. Что, скажем, я видел твою живопись на вот этих чёрных таких, я не знаю, рубероидах. Да, русские рубероиды. На дереве, на холсте, на бумаге. А тут появляется камень. Мне кажется, вот, по отношению к всем предыдущим выставкам, для тебя это новое. А технология, и технологии новый язык, он дает совершенно другие образные смыслы. Вот, например, мне кажется, что принципиально важно, что ты не берешь элемент отдельно битый мозаичный камень и не складываешь из него, а видишь вот в этом, в этом куске камня уже готовое изображение. Этим же способом пошел он. Он просто сделал скульптуру, а ты просто этим способом сделал, ну, проще говоря, плоскостное изображение. И это технический ход, не более того. Технический ход. Но образно ваша вещь абсолютно никак не связана. Вот в чем дело. Я поэтому даже хочу сказать, что это просто как бы внешний прием. И то, это прием, который использует просто свойства камня. Больше ничего, ничего общего в этом нет. И здесь даже нет параллелей между вами никаких. Ну и слава богу. Вот. Это как-то можно даже уже охарактеризовать, что, в общем, ты не его ученица, не работаешь уже в его мастерской. Но для меня это видится так. Поэтому я как бы вот считаю вот эту выставку. Она, она, ее несколько эпохальная для тебя, потому что она показывает, несмотря на то, что кажется, что ты идешь его путем, она, в общем, мне кажется, совершенно другая. Ну, я и вначале хотела отличаться. Да, ну ты отличаешься, в общем-то. Как только я начала работать, даже еще не было вот этих работ с грубыми камнями, и когда только я начала работать у него в мастерской, я сразу выбрала свою тему совершенно другую, более бытовую. Вот можно пройтись к этим работам, да? Тут есть какие-то первые вещи, да? Первые вещи. Вот эти вот чашки, вот они из первых. Ну, получается, вот ты как-то как пошла, вот я все время об этом говорил, ну, я не знаю. Но это все-таки стационарная композиция из однозначных по массе стоящих отдельно предметов на плоскости. То есть, получается, это, в общем, практически стандартный композиционный ход, без наложений, да, без движений, фактически, чисто декоративный. И ты с этим ходом фактически проследовала вообще всю свою творческую жизнь, вот в этой мастерской Феликс, так я понимаю, да? Ну, получается так. Получается так, да. Да, вот сейчас ты это озвучила, пожалуй, и остается только согласиться. Ну, я не хочу сказать, что это там скучно. Это не скучно, мне кажется, что наоборот, это сложно попытаться выразиться в очень упрощенной композиционной схеме, где есть предмет и фон, и больше ведь ничего нет. Вообще есть один предмет и фон. Ну, в общем ведь, Феликс, есть вещи, где он так работает, но он там скучноват, он все время что-то изобретает, а ты всегда стремишься к такой какой-то очень серьезной упрощенности. Я не знаю, это простота от прямоты идет, характер или… Вот что такое упрощенность, она же все-таки… Я знаю, что, наверное, я не умею передавать пространство. Объемы… И это в какой-то степени такое несколько… Даже не знаю, вынужденный ли это ход. Не знаю. Я даже не знаю. Вот есть вещи, где вот, например, есть наложение, да? Да. Но оно очень редкое у тебя получается. Это натурные иисусские вещи или… Импульс идет от натуры в любых вещах. То есть ты видишь и что-то вот откладываешь, то есть практически увиденные вещи, да? Да, да, конечно. Вот я с вами… Мы же это сделаем буквально с натуры. Вот. У тебя в графике есть много натурных вещей, да, как я понимаю? Да, да. Если даже они не буквально с натуры срисованы, так сказать, то им бы все равно… А вот эти графические работы, это же натурные, да? Это натурные. И причем сделано это было за несколько лет до мозаики. Я вообще не думала, что я буду делать мозаику. Вообще о мозаике тогда не думала. А потом с них сделана мозаика. Есть абсолютно явный сюжет. Вот эта французская чашечка, да? Вот она в мозаике. Вот. Вот эти вот две чашки-близнецы, вот они здесь в мозаике. А есть какие-то отправленные точки художественные, не только я имею в виду натурные, а может быть от каких-то художников ты отталкиваешься и будешь с ними? Отталкиваюсь я не то, чтобы отталкиваюсь, просто есть те художники, которых я люблю. Это Митрухин, это Маранди, Сафронова, ну это все-таки в живописи. Я сейчас натюрморт отслеживаю. Шарден, конечно. Которые восхищаются нехитрой жизнью. Но с другой стороны они совершенно не похожи на то, что ты делаешь, что ты сказала. Ну а по сути-то они переживают… Они простые, простые. Они переживают настоящий как бы бытовой момент. Они переживают сам предмет. Особенно Маранди, он переживает просто сам предмет и их сочетание. У него много наложения, объема. Он играет со светотенью, с колористикой. Все-таки у тебя это совсем… Играет с расстоянием между предметами. Ну, конечно, да. Он более пластический, изощрен, чем вот… Ну, черчение преподавал, и педагог. Ну, у него там безумное количество игр. Это, в общем-то, гений двадцатого века. Чтобы использовать камни, да? Это же все-таки не сразу нашлось… Дело в том, что, конечно, диктует размер камней. Когда у меня есть вот набор камней, там, белый, черный, желтый, я сразу вижу, что из них можно делать и какой это будет масштаб. Это первое. А во-вторых, это, опять же, затирка для плитки, и много, большой формат тут особенности. Она очень быстро сохнет. Ну, вот эти вещи, они уже достаточно старые, 2009 год. Да, да. Но они и тогда выделялись в мастерской, они не были похожи на феликсовские, мне очень они нравились. И потому, что здесь мы уже видим, вот правда, очень робкое использование натуральных камней в качестве и цветовых таких. Ну, что, что-то робкое? Вот они натуральные камни. Нет, нет, нет. А. Робкое начало, что? Робкое начало этого приема. Я поняла. Робкое начало. И этих приемов ведь не так много, на самом деле. Ну, да, кстати, действительно, еще ведь вот это, я тебе сказала, 2014 год, а ведь это гораздо лучше. Да, но здесь просто, скажем, все же вот эта травиночка, она с натуральных камней, которые ты не обкалываешь, да, они все всегда… Да, но все равно он работает как модуль. Как модуль. Все равно из них выкладывается, а не целым куском делается. Да, 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 конечно. Но что-то уже работает не как модуль, что-то уже работает, например, гвоздь. Это уже, так сказать… Ну, как такой гвоздь не включить в мозаику, если он под рукой? Да, просто, наверное, просто много было сделано совершенно интуитивно, просто так получается, а? Не умственно, а интуитивно. Конечно. Да? Это гвозди из малина. Вот, Танечка, может быть, еще такое, здесь как-то мы это озвучили. Вот по поводу рубероида, я помню, все-таки твой кусок очень интересный, значительный на выставке куста. Там была большая стена, и там были выставлены все работы с рубероидом. И там была деревянная такая основа, тоже очень украшающая вот эту живопись. Ну, тут нельзя не спросить о перосмане, все-таки есть такое… Уже все виды перосмане, конечно, это на поверхности лежит, поскольку это черный фон. До перосмане очень далеко. Далеко? Очень далеко. То есть это не перосмане… Кроме черного… Отправные точки не перосмане? Ну, конечно, я его очень люблю. Но… Даже не надо сравнивать. Нет, нет, мы не сравним, я просто про отправные точки говорю. Нет, тут не перосмане, отправная точка. Ну, только то, что там черная клеенка, а здесь черный рубероид. Понятно. Мне просто хотелось сохранить черный фон. На эту идею письма на рубероиде тоже меня натолкнул Феликс. У него были работы на рубероиде, но Феликс использовал его просто как основу. Он закрывал его сплошь толстым слоем и стихином, толстым слоем краски. А мне захотелось настолько красиво оставить как фактуру, как форму. Убирать его весь. Еще очень хорошо придумана эта основа. Вот здесь нет деревяшек, нет, есть вот эти же деревяшки. Здесь есть, да, вот здесь фон. Да, но я помню, у тебя еще были как забор вот такие, потрясающая была находка, как забор. Да, да, да. Да? Сейчас… Она не вошла в экспозицию. Здравствуйте. И серые были такие, да, по-моему? Серые. Серые проданы. Проданы? Проданы. О, вот, поздравляю тебя, наконец-то, что-то продано. Что-то продано в нашей жизни. Потрясающе. Мне показалось очень хорошо, потому что вот эти вот ящики такие. Мы мимо них ходим, мы, в общем-то… Да мимо всего ходим. Мы мимо всего ходим. Ну, это потрясающе, красивый натюрморт, конечно. Ну, вот эта тема шла через технологический. Я смотрю, что что-то у тебя уходит и по технике, и по технологии. Да, и ты… Что-то уходит, что-то приходит. Ты не работаешь одновременно вот и в этом, и в том работаешь. Потому что вот эти вот из грубых камней сделаны этим летом. Этим же летом сделаны оборчики. Это тоже доска, она не обработанная, да, как я понимаю? Просто срез вот… Крышовник. И еще при входе оранжевая лилия. Вот, она тоже сделана этим летом. Одновременно. И рубероид, и новая… В общем, разные доски. Да. Да, действительно, как интересно. И доска тоже… Тут получается, что доска своей формой работает. Турбероид работает. Да. Получается, так очень интересно. Ну что, а сама как ты оценишь все-таки эту выставку? Тут как бы я все говорил… Мне нравится. Твоя выставка, да? По-моему, все очень красиво. Спасибо. Спасибо тебе. Поздравляйте. Это потрясающий выставок. Мне кажется, это одна из лучших твоих выставок. Спасибо устроителям. Да, пожалуйста. Спасибо, спасибо. До встречи. Приходите к нам еще. Обязательно. Спасибо. А вот на следующую выставку возьмите. Да, вот следующий хороший, Саша Поворотка. Следующий хороший, Саша Поворотка. Да, действительно. Ага. Вот. Ну что, скажешь два слова-то о байничке? Ну, замечательно, прекрасно. Ну, вы свою какую-то нашла мысль, смысл. Спасибо.